Сергей Филинов Многие решения в нашей жизни мы принимаем достаточно скрупулезно. Мы смотрим, как правильно принять решение. Например, задумайтесь, когда вы последний раз выбирали планшет или телефон. Как много времени это заняло? Искали варианты, какие-то опции, расспрашивали друзей. И мы как-то делали это осознанно, понимая, что это очень важно, не ошибиться. Так вот, к отношениям еще более важно готовиться, поскольку это вопрос жизни. С кем ты будешь действительно вместе проводить сознательную жизнь свою? С кем ты будешь разделять ее? Кого будешь ободрять, поддерживать? Но и, соответственно, исходя из этого, подготовка должна быть более серьезной. Хотел бы начать с того, что, конечно же, каждый уже мечтает о том, какая будет жена, какой будет муж. Я, как отец троих девочек, знаю, что девочки еще с малого возраста уже начинают рассуждать и думать о том, какими они будут невестами, во что они будут одеваться. И действительно такие очень приятные фантазии. Можно рассуждать также и парням о том, какая красивая будет девушка, та будущая жена. Какие-то качества уже приписывать, черты лица находить даже, может быть, уже в тех, кого знает, с кем учится, кого встречает. Но посреди этого очень хотелось бы отметить, что помимо того, что можно вот так размышлять о будущем человеке, о своей второй половинке, есть еще более важные конкретные такие моменты, которые можно начать делать в приготовлении. И здесь бы я хотел сделать акцент, что начинать вообще надо с себя. Не только с того, чтобы размышлять о своих желаниях, хотя их тоже очень важно оценить, да, о своих представлениях о том, что есть любовь, но посмотреть, а готов ли я к семейным отношениям. И что здесь имеется в виду? То есть как мы можем взглянуть, как мы можем сказать, готов ли я? На мой взгляд, первое, на что следует обратить внимание, это, конечно, такая душевно-духовная зрелость. Это когда человек ведет себя ответственно, осознанно, который принимает ответственность за то пространство, в котором он живет, за свои поступки. Это человек, который проявляет самостоятельность, который имеет определенную жизненную позицию. И вот это очень важные качества, которые необходимы для того, чтобы действительно сказать, я уже готов к тому, чтобы создавать семью. Я думаю, здесь очень важный момент заключается в том, чтобы человек был готов другого человека окутать своей заботой, своим вниманием. А для этого, конечно же, необходима такая душевная зрелость. И, ну, наверное, как вот можно оценить? Было бы легко, если бы это можно было бы как-то так взять и измерить, как мы там вес измеряем или время показываем. Но все равно есть способы, можно взять и задуматься, вот выписать на отдельный листочек бумаги, а за что я в данный момент ответственный? Вот в своей семье, даже в родительской семье, когда я живу, перечислить, каковы те сферы, за которые я могу взять и сказать свободно. Вот за вот это я ответственный. Я, допустим, всегда регулярно мою посуду, я регулярно там приготовлю себе пищу какую-то, я еще какое-то беру ответственность за чистоту и порядок там в своем уголке, да, за свой рабочий стол, учебное место. И, вы знаете, это уже качества, которые говорят о том, что в человеке присутствует ответственность. И вот если мы постараемся, выпишем вот тот список ответственностей, который мы взяли на себя, посмотреть, насколько действительно много этих ответственностей. Если круг для того, чтобы расширять эти ответственности, ведь в семейной жизни мы берем ответственность в том числе за другого человека. И это действительно новые качества, новый подъем. И вот сейчас уже можно как раз таки и видеть и практиковать даже такую возможность, уже находясь, еще находясь в родительском доме, смотреть, а где я могу еще больше взять ответственность. И это очень важная практика. Я думаю, что без этого качества, ну, никак не возможно даже развивать какие-то такие зрелые, правильные отношения, в которых действительно будет рождаться и развиваться любовь. Вот. И говоря вот об этих качествах душевно-духовных, очень важно еще оценить вот свои мотивы. Почему я хочу выйти замуж или жениться, да? Неправильно будет, если это продиктовано только одним. У всех есть какие-то друзья, подруги, да? Они развивают отношения. Ну, значит, и мне пора. И, наверное, еще другой важный момент. Это обращать излишнее, может быть, внимание на физиологию, да? То есть, ну, вот я созрел. У меня вот тело, я чувствую, что я уже взрослый такой. Еще раз хочу подчеркнуть, душевно такие духовные качества, это качества, которые требуют работы над собой. И здесь недостаточно просто физиологии. Здесь действительно наш характер должен проявляться, наша устремленность, наше желание возрастать и тем самым принимать все больше и больше на себя ответственность. Ну, в первую очередь за свою жизнь, ну, а в семейных отношениях уже брать ответственности за другого человека, что будет уже большой привилегией. Так что начинайте заботиться и смотрите, вот действительно растет ли этот круг тех ответственностей, которые вы берете на себя. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования. Сертифицированный арт-терапевт, член Ассоциации песочной терапии. Что бы вы могли порекомендовать, сказать молодым людям, которые размышляют, которые хотели бы подготовиться к будущей семейной жизни? Ну, во-первых, я бы предложила не спешить вперед. Сейчас очень такая нехорошая тенденция о том, чтобы распылять свои чувства, и сразу люди начинают, молодые люди, встречаться. И они, получается, все драгоценное, то, что Бог вложил для их мужей и жен, они распыляют это на добрачные встречи. То есть один молодой человек, другой молодой человек, третий. То есть неважно, почему-то все в веянии нашего времени решили, что у меня должен быть молодой человек, парень или девушка, неважно. Если никого нет, то все, я не удел. Но тут очень важно как раз понимание о том, чтобы не спешить вперед, что вот все, мы муж и жена. Да, или как-то сначала должно быть обязательно пройти время, обязательно понимание того, что действительно, ну, после консультирования, как мы уже говорили, да, после добрачного консультирования, чтобы люди понимали, действительно ли это тот человек, с которым стоит, тот ли это человек, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь. Это же ведь навсегда. И вариантов для развода нет. Это на все оставшуюся жизнь. Да, да. А как бы вы сказали, ведь вопрос о подготовке идет, и среди молодежи можно встретить такое заявление. Например, молодой человек, ему 25, он говорит, а я не готов. Я не готов. Вот можно ли ему здесь как-то что-то сказать? А вот по каким критериям можно оценить, готов он к семейным отношениям или нет? Как вы считаете? Ну, на самом деле, таких критериев нет, потому что он тоже внутри себя с Богом решает свою готовность. Может быть, это действительно не та девушка, и он не готов. Может быть, он действительно не готов вот на том этапе. Когда мы разговаривали тоже с моими детьми, мы проясняли тоже, у меня мама, ты против? Я говорю, нет, ребят, я говорю, я не против, я против спешки. Вот когда будете готовы внутренне, тогда да. То есть и в церкви было такое тоже, церковь поторопилась у нас, и все, давайте помолимся сразу, как за них, как за пару, там все. Я говорю, нет, стоп, не как за пару, он отдельно, она отдельно, созревание идет отдельно. И когда они решат, что они готовы, они подадут заявление, придут в церковь, объявят о помолвке, тогда уже это пара. Вопрос такой, он предложил мне сделать паузу в наших отношениях, но я переживаю, не будет ли это паузой тем, что отдалит нас, и мы потом уже не сможем вернуться к нашим отношениям. Думаю, что ваши переживания понятны, особенно когда мы очень находимся в такой чувственной сфере, в эмоциональной, и эмоции действительно очень активно в нас работают, они нас куда-то побуждают, куда-то несут. И тут в определенный момент поступает такое предложение, давай сделаем паузу. С одной стороны, это действительно как гром среди ясного неба, с какой стати, почему, мы же переживаем что-то очень важное, нас что-то сближает, нас соединяет что-то. Но в этот момент постарайтесь все слышать, почему тот человек предлагает сделать паузу. Думаю, что это тоже имеет какие-то очень серьезные основания. Вот услышать, почему, может быть, что-то его настораживает в этих отношениях, тогда дайте ему возможность высказаться. Чтобы он поделился, говоря о сроках, что подразумевает он под паузой, то есть на как долго и кем будет тогда общение, по каким критериям ему будет важно потом посмотреть. Я думаю, что очень важно и с вашей стороны, если вы услышите такое предложение, взять и поделиться с ним. А знаешь, я вот чувствую, что эта пауза может очень сильно повредить нашим отношениям. Как ты это воспринимаешь? Пусть услышите его тоже ответ, как он к этому относится, потому что важна вот эта открытость, которая произойдет в этот момент. Это серьезное действительно решение взять паузу. Мне попадали случаи, когда действительно, ну там были случаи, когда девушки предлагали паузу. И да, брали паузу где-то на месяц, на полтора, чтобы остановиться вот в эмоциях, чтобы чуть-чуть больше разобраться, что происходило. И потом они продолжали отношения. И да, действительно, отношения продолжались, но я знаю, что это было не очень так легко решиться. Поэтому я бы призвал к большей открытости, когда такое происходит. Если вы это переживаете, поделитесь открыто, дайте знать, что для вас это беспокойство вызывает, и вы не смотрите на это однозначно. Но и затем доверьте, доверьте это решение Господу, действительно, доверьте то, что будет происходить, если человек это чувствует и делает это предложение из каких-то глубоких убеждений, что ему в себе надо разобраться, то отнеситесь к нему с любовью вот здесь. И в этом может быть проявление вашей любви к нему, что вы позволите ему сделать то, что может быть даже для вас больно. Пусть это будет выражением вашей любви, принесите это. Но думаю, что если это делается с любовью, то это будет иметь особую ценность. И потом, когда пройдет время, обязательно вернитесь, поговорите, что произошло, как это было важно. Сами в этот момент продолжайте молиться. Любите человека, продолжайте молиться за него, чтобы и вот этот период был важным, и чтобы он только улучшил ваше взаимоотношение. Я верю, что, может быть, даже посреди этой настороженности вы сможете услышать, насколько это важно для него. Примите, действительно, вот услышьте, но посодействуйте. Сделайте так, чтобы действительно ваше решение, оно тоже было в любви. И пусть Господь поможет вам преодолеть, может быть, даже, на первый взгляд, такую сложную ситуацию, вызов определенный, но преодолеть с любовью. Да поможет вам Господь. Спасибо.